Приветствую вас, Полина. Вы задаёте вопрос про вакцину от коронавируса и отношения. Молодой человек горит желанием привить от коронавируса, я против. Всячески отговариваю его. На сцене я доводил видео про вакцину, о том, что она невестная до конца не изучена, грозит бесплодием или чем-то страшным. Он отпирается, говорит, что я наслучилась и насчиталась, не пойми кого, и не верю им. Что я антипрививочница. Он упёрстся руками и пойдёт делать видео. Но ведь я также могу сказать ему, ты наслучился и насчитался, не пойми кого. Никакие мои доказательства, слушать и видеть он не хочет. Я сказал ему, это проведётся, я поживу отдельно месяц, живем мы вместе, чтобы не заразиться от него. Он сказал, окей, собрём твои вещи и спросил, ты хочешь расстаться по этому поводу? Я ответил, нет, конечно, ни в коем случае, не хочу расставаться. Наоборот, я хочу всё возможное делать, чтобы сохранить отношения. Мне он очень дорог, и я думаю о будущем, хочу в семье и здоровых детей. Как мне уговорить вы не делать эту прививку или что мне вообще делать в этой ситуации? Полина, я думаю, что вам нужно для начала разобраться в своих переживаниях относительно того, что происходит и в первую очередь укрепиться в смысле, что в споре истина не рождается, что психика человека устроена таким образом. Что если вы будете на неё давить и если вы будете пытаться человека заставить что-то делать, это имеет только обратный эффект. И самым лучшим вариантом в этой ситуации было бы вам вместе обратиться к врачу, не читать что-то или слушать, а обратиться вместе к врачу и проконсультироваться с врачом относительно всех тонкостей и всех нюансов. Вам озвучить свою сторону и свои опасения, а молодому человеку озвучить свою историю и свои опасения тоже. Например, какая же ему необходимость сделать вакцинироваться, прививаться, какая ваша дорожка к тому, чтобы думать, что это опасно и вредно. И в вашей точке зрения и в его точке зрения есть правда, есть доля истины, но вам важно услышать друг друга. Мне кажется, что этого вы не делаете. В целом ваши отношения как мужчины и женщины, или как будущих мужей и жены, или как будущих папы и мамы нуждаются в корректировке, потому что, во-первых, вам нужно определиться с тем, какие отношения вы выстраиваете с молодым человеком. Что между вами общего, например. И вообще, насколько вы близки и насколько вы друг другу доверяете. Потому что, по моим ощущениям, вы отношения больше выстраиваете как будто бы на гендерном уровне, но при этом не особо как бы погружаетесь в личностные взаимодействия, в личностные связи. Личностные взаимодействия, личностные связи очень важны. Потому что, как бы вы гораздо быстрее и гораздо лучше были бы осведомлены о том, какая с точки зрения у вашего молодого человека относительно прививок, относительно всякого такого. А сейчас получается, что вы на эту тему не осведомлены. А сейчас получается, что вы по данному вопросу оказались перед сюрпризом. Вот. И получается, что вы устраиваете гендерные отношения. Это вы устраиваете гендерные отношения. И для вас именно перспектива семьи и детей важна, то важнее ли она для вас, чем молодой человек, чем его личность. Потому что, если это так, если для вас это важнее, то совершенно очевидно, что молодой человек не совсем ваш партнер. Потому что то, что вы пишете, что хочу сохранить отношения, хочу семью здоровых именно детей, это больше про семейные ценности. Семейные ценности у вашего молодого человека очевидно выглядят несколько не так. Семейные ценности у вашего мужчины несколько по-другому проявляются. И поскольку вы не уважаете его выбора, а он не совсем уважает ваш выбор, то лично с ним, судя по всему, вы не так уж и близки. И, как я уже сказал, если для вас ваша семейная ценность, ваша, например, позиция является более приоритетной, если вам кажется, что, ну вот, что ваша точка зрения и ваша позиция важнее, чем молодой человек ваш, вот, то вам нужно взять на себя за это ответственность. По крайней мере, так это и выглядит для меня на данный момент. Если вы этого не сделаете, то я боюсь, что в подобной неопределенности и подобных спорах вы будете проводить довольно много времени. Особенность из-за того, что в будущем такие споры могут повторяться. Потому что если у вас разные точки зрения, если у вас разные принципиальные позиции по каким-то вещам, то это, скорее всего, да, особенность не только в таком контексте, контексте здоровья и так далее. Поэтому я думаю, что вам необходимо вместе обратиться также и к психотерапевту и расширить сферы ваших отношений. Больше именно общаться, может быть, больше именно делиться друг с другом своими взглядами, чтобы лучше узнавать их, дабы не сталкиваться с подобными сюрпризами, которые, вот, судя по всему, да, как бы, ну, я сказал, ну, вот, такая история, я думал. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Также я бы хотел обратить ваше внимание на следующий момент. Значит, он заключается в том, что, как мне кажется, как мне показалось, вы боитесь жить с ним отдельно и пытаетесь сохранить отношения и собственной тревожности. Я очень не хотел бы ошибаться, но выглядит это, значит, я надеюсь, что это не так. Вот. Но выглядит это по-другому образом. Если вы боитесь, если вы на самом деле боитесь, вот, то я бы с вашей тревожностью бы поработал, вот, и обратил бы на неё внимание, что вы могли бы лучше, качественнее и больше на себя опираться. В противном случае вы будете болезненно реагировать на все действия вашего партнёра, которые не укладываются в вашу систему цен. Если вы этого не хотите, то необходимо с этим что-то делать. Если вы этого не хотите, то необходимо этот момент корректировать. В этом направлении вам работать. Это то, что я могу вам сейчас сказать, вот, по крайней мере. На этом всё. Надеюсь, что вам будет полезен мой ответ. Надеюсь, он вам будет интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. я рекомендую тусовку, SO CLI. опять-таки-тамzet. sentится. Продолжение следует...